всем привет ребят сегодня я хочу попробовать сделать бостонский торт его никогда не делала сегодня буду делать в первый раз и значит по рецепту мне для него нужно для теста для бисквита не нужно 4 яйца здесь вот я отложила муки 120 грамм сахара 200 грамм разрыхлителя чайная ложка 3 столовых ложки масла и 3 столовых ложки кипяченой воды кипятка для крема мне понадобится молока 400 грамм сливочное масло 50 грамм 100 грамм сахара 2 яйца здесь же у меня лежат и крахмал я взяла кукурузный ну по рецепту у меня как картофель ну и глазурь сделаем потом потому что она мне не помещалась на стол поэтому мы потом выложим сейчас будем делать сам бисквит так сейчас в чашку бьем 4 яйца желтки от белков по рецепту не отделяем поэтому и я не отделяю убиваем высыпаем сюда весь сахар все 200 грамм очек и перебиваем миксером пока она не побелеет поисков все разрыхлитель я его не нашла поэтому я соду чайную ложку соды и на кончике ножа лимонную кислоту размешала и залила вот буквально ложкой воды все реакция прошла теперь можно выливать это в раствор сейчас я смотрите масса у меня увеличилась посветлела теперь я сюда выливаю мой разрыхлитель растительное масло муку а кипяток 3 ложки это получается 50 грамм кипятка я буду вливать когда буду взбивать это миксером чтобы мне яйца не сварились и ничего там не произошло сейчас я включаю миксер и потихонечку тонкой струйкой волью туда кипяток все массу я взбила сейчас я переливаю форму для запекания вот такая вот обычная разъемная форма туда я вложила пергамент вот он чуть-чуть обрезки сейчас я сюда и переливаю массу мы перелили ставим ее на более удобный лист и отправляем духовку на 180 градусов до готовности так делаем крем сюда я в чашку в металлическую вылила практически все молоко вот оставила вот буквально на донышке чуть-чуть совсем его я ставлю на плиту чтобы она закипела на медленный огонь чтобы не ничего там не произошло в другую чашку я бью яйца два яйца у нас гром страшный на улице лето как-то высыпаем крахмал весь сахар сюда и остатки молока и все это венчиком нужно хорошо перемешать разбивайте хорошо чтобы весь крахмал разошелся и не было комочков теперь в оставшееся молоко я выливаю темно правда не знаю видно будет струечкой выливаю и на медленном огне будем часы вот томить пока наша жидкость не начнет густеть начнет густеть она очень быстро поэтому я возьму силиконовую штучку эту чтобы с дна хорошо чтобы ко дну ничего не прилипало так будет удобнее и мешаем пока не поймем что она загустевает загустеет она быстро можно весь этот процесс сделать не на прямом огне она паровой бане так более будет аккуратно и безопаснее потому что это должно происходить чтобы не дай бог ничего не свернулась и хлопьями не пошло хорошо прогребаем на дне жидкость уже становится гуще она уже сопротивляется моей сейчас я перелью в ту чашку в которой я взбивала яйца чтобы быстрее остудить все наш заварной крем готов он глянцевый его некоторые его темперируют у нас и так он очень хороший получился я не буду этого делать сейчас я сюда добавлю немного ванили потому что почему-то в рецепте ее нет но я хочу чтобы он пах все-таки и пока он горячие все это перемешаю аромат пошел ванильный эти как он блестит прямо красавчик красавчик так но пока остывает ребят я не выдержала подумала подумала и решила раз написано сделаю так как написано и вмешала масло но забыла включить камеру бывает и такое влюбила я сюда масло и прям жидкость у меня ну крем у меня еще не остыл поэтому я ее просто было положила масло и хорошо размешала лопаткой она очень хорошо вмешалась ну и все ничего не расслоилась не отслоилась как вы видите посмотрим что будет сейчас я на накрою в принципе нет но сейчас еще минут десять подожду чтобы он подаст и побольше накрою пищевой пленкой в контакт ну чтобы вот прям положу ее и оставлю чтобы она не вполне пленочкой не покрывалась не подсыхала ребята какая-то фигня у меня пошла не туда что-то пошло смотрите он очень мягкий очень нежный но он у меня опал и скукожился непонятно почему хотя вот так потом мягенький нежный шку не открывала ничего такого не происходило но он у меня опал посмотрим сейчас остынет посмотрим что вот я не знаю ребят мне не дает покоя мой павший бисквит сто раз делала бисквит и все получалось смотрите он он мягенький он прям такой нежный прям очень нежный все хорошо почему опал непонятно очень непонятно и вот эти вот шкурочки вот эти вот которые торчульки очень хрустящие очень такие прикольные ну что-то не так пошло у него я уже думаю может быть много соды было пусть остывает посмотрим но не знаю вроде бы бисквит у меня получился более-менее ничего такое продаем немного затянула когда резала сейчас я кладу его форму и будем прослаивать так наш кож первый положили берем кондитерский мешок но я сделала прям тоненькую дырочку и вот как-то вот так вот наносим его крем наш заварной у меня будет два всего лишь коржа поэтому я вообще не парюсь абсолютно не надо весь мой крем сюда заправить крема я от души положила вообще не жалела и теперь второй половинкой накрываем она у меня была дном это изначально все промазала чуть-чуть придавила отправляю в морозильную камеру примерно на час на два так на я начала делать шоколадную заливочку сюда я отправила 20 грамм масла сливочного 70 грамм молока 50 грамм сахара и две ложки столовых какао порошка сейчас мне это нужно все довести до кипения при помешивании постоянном чтобы она стала однородным но однородная она стала достаточно быстро венчиком перемешала все растопилось и практически все мне однородная масса без комочков и теперь нужно его довести до какого-то кипения ну я так понимаю это тоже не составляет большого труда потому что она все уже вот она на грани все закипело я выключаю огонь и вы и сюда крашу шоколад по рецепту идет 20 грамм шоколада я хочу побольше чтобы заливки от было больше я покрошу плитку оставлю четыре штучки себе с кофе попить теперь все это смешиваем не нужно чтобы шоколад растопился и стала все однородным в принципе все глянцевая масса получилась вот единственная бы хотела чтобы она была несколько жиже посмотрим сейчас что получится почему-то мне хочется добавить еще нас на видите все масса разошлась она текучая все комочков здесь нет пахнет шикарно все это дело сейчас она немножко подостынет и будем заливать так я достала из из морозилки из холодильника торт и и У меня есть жимолости немножко. У меня есть жимолости. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, пишите мне в комментариях, что получается у вас. Подписывайтесь, если вы еще не со мной. Всем спасибо, приятного чайпития, хорошего вам лета и пока!